Всем привет, и сегодня мы с вами рассмотрим очень красивую партию, где в конце белые ставят просто шикарный мат без ферзя. Я впервые, когда увидел эту партию, просто был в шоке, из-за этого я решил вам её показать. Итак, давайте начнём. Мы смотрим за белых. Белые начали партию ходом d4, далее чёрные ответили d5. И тут белые играют e4, жертвуют пешку, чёрные заболяли dE, и белые сыграли f3, жертвуют уже вторую пешку. Но тут чёрные уже не забирают, а играют конь f6. Защитили пешку на e4, с идеей на взятие fe просто забрать конь e4, у них будет лишняя пешка, и одновременно конь будет сильно стоять в центре. Но тут мы делаем такой ход, как конь c3, второй силой нападаем на пешку, и если чёрные, допустим, сыграют по-другому, то мы просто заберём fe и просто отыграем пешку. Из-за этого чёрные в этой позиции забирают eF. Ну и какие есть варианты за белых? Мы можем забрать конь f3, это довольно-таки популярный ход, просто продолжаем развитие, подкрепляем пешку на d4. Но тут я предлагаю вам сделать такой ход, как ферзь f3, жертвуем пешку на d4, а также после хода ферзь f3 мы ставим две ловушки чёрным, когда они сыграют слон g4, и они заберут ферзь d4. Давайте сначала рассмотрим более популярный ход, как слон g4. На слон g4 мы просто видим то, что пешка на b7 зависает, забираем ферзь b7, нападаем на ладью, если чёрный сыграет конь c6, то просто забираем ферзь c6, шах, из-за этого чёрный играет конь bd7, чтобы открыть ферзя и защитить ладью. Но на этот ход мы делаем конь b5, видим то, что уже чёрные проигрывают, потому что грозит конь c7 с шахом и с вилкой на ладью, явно временно грозим забрать конь a7. Ну и допустим, если чёрный сыграет ладью c8, чтобы защитить пешку, мы просто забираем конь a7, видим то, что напали на ладью, остаемся с лишней пешкой, и у нас более лучшая позиция. Это первая ловушка, если чёрные по сходу ферзи f3 сыграют слон g4, тогда просто забираем ферзь b7 и побеждаем. А если в этой позиции чёрный сыграет ферзь d4, тогда мы играем слон e3, нападаем на ферзя, далее чёрный ферзь отступает всегда на b4, чтобы одновременно уйти из-под удара и напасть на пешку на b2 с вилкой на ладью и на коня. Из-за этого в этой позиции мы делаем такой ход, как длинная рокировка. Защитили пешку на b2, и далее чёрный играет слон g4, они напали на нашего ферзя, думая, что да, у них уже выиграна позиция, после того, как ферзь отступает, они забирают нашу ладью, и у них выиграна. Но на самом деле это не так, потому что в этой позиции мы делаем побеждающий ход, как конь b5, видим то, что грозит взятие конь c7 с шахом на короля, и давайте рассмотрим, какие варианты есть за белых, точнее за чёрных. Чёрные могут забрать слон f3, но тогда мы играем конь c7, и это шах и мат, потому что на d8 и на d7 нельзя из-за ладьи. Какие ещё есть ходы за чёрных? Они могут сыграть ферзь b5, подумать, что да, они забирают ферзь b5, и после взятия слон b5 они заберут нашу ферзя. Но дело в том, что в этой позиции мы забираем слон b5 и делаем шах, то есть после чего им приходится защищаться, они играют допустим c6, мы просто отходим ферзём на g3, или неважно, остаемся с лишним ферзём, и побеждаем. Какие ещё есть варианты за чёрных? Они могут сыграть также конь a6, да, вот мы сыграли конь b5, чёрные играют конь a6, защитили пешку на c7, но в этой позиции мы опять же побеждаем и играем ферзь b7. Напали на ладью, на коня, чёрные решают играть ладья d8, чтобы защитить более сильную фигуру. Они играют ладья d8, также хотят разменять ладьи и грозят забрать ладья d1. Но тут мы забираем конь c7, шах, и допустим, приходится забирать конь c7, видим то, что ферзь опять же зависает, но тут мы не сразу забираем ферзь b4, потому что тогда чёрные просто заберут ладья d1, это будет шах и мат. Мы сначала забираем ладья d8, шах, но после гороли d8 уже с лёгкостью забираем ферзь b4 и побеждаем. Какие ещё есть варианты за чёрных? Также есть ход e5, после чего мы играем конь c7, делаем шах, у чёрного короля единственное поле для отступления это e7, ну и тут мы играем ферзь b7, жертвуем пешку, ну и далее если они забирают ферзь b7, то мы играем слон c5, просто шах и мат. На e8 и на e6 нельзя из-за коня, на d8, на d7 и на d6 нельзя из-за ладьи, это шах, королю некуда отступать, это шах и мат. Вот так вот дорогие друзья, сегодня вы стали свидетелем классной партии, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.